12 февраля в Омском технологическом колледже в рамках дискуссионного клуба «Диалог на равных» прошла встреча молодежи с известным омским стилистом, художником и мастером буди-арта Татьяной Жаровой. Тема разговора – творчество как способ самовыражения. В начале беседы Татьяна рассказала о старте своей творческой карьеры, о развитии мастерства и вдохновении. Я вот так вот иду, иду, и останавливаюсь, и замираю, потому что сухой снег, солнце, и вот он такой блестящий, это вот как груда, блесток, и я просто замираю от того, что происходит, потому что это такое какое-то неземное театральное действие. И они вот так вот кружатся, ловят свет, и это такое потрясающее. Вот что это может быть? Это приходит творчество, приходит вдохновение. На большом экране Татьяна продемонстрировала фотографии своих работ в направлениях буди-арт, парикмахерское искусство и скульптура. Я с человеком поговорила вечером, он рассказывал про своего кота, я тут же взяла и сделала вечером его же, потому что человек настолько рассказывал эмоционально про кота, что он мне просто заразил по поводу творчества. И все, и пошла с делом, потому что невозможно было держать в себе эту всю информацию. Татьяна Жарова – бессменный руководитель творческого направления на молодежном форуме «Ритм». Через ее творческие руки прошли сотни студентов, выиграны десятки грантов. На встрече она не упустила возможность прорекламировать главное молодежное событие и призвать собравшихся принять в нем участие. Неделю получать знания, к тебе приезжает преподаватель, самый интересный со всего города, и после этого, во время этого ты делаешь грант, потом защищаешь его, ну так же вот выходишь и рассказываешь. И если он заслуживает внимания, то получаешь деньги. Круто! Как справиться с творческим кризисом? Как организовать свою выставку? Как добиться успеха в профессии? На эти и другие вопросы студентов спикер с легкостью находил ответы и делилась своими жизненными наблюдениями. У вас на самом деле интереснее тема, что вы свободны в своих решениях. И по выпуску вы можете выбрать, куда себя приложить. В нашей профессии нельзя быть скромным. Если хочется, добивайтесь. Отказываю. Ну, находите способность, способ обучиться. Если нравится мастер, лучше учиться у него руки, встать у руки и учиться платно, хорошо, прекрасно, бесплатно, да пусть бесплатно, параллельно где-то работать, но обучаться, находить свой путь. Сейчас столько возможностей. И я вам уже сказала, не надо стесняться, не надо придумывать себе каких-то лжепрепятствий. Хочется – берешь и делаешь. Хочется – собираешься и достигаешь этой цели. Полтора часа длилась оживленная беседа модного художника с молодежью. Татьяна Жарова по-настоящему зарядила студентов энергией и желанием развиваться и двигаться вперед. Было очень приятно вас всех видеть. Спасибо, дорогие! Мне понравились ее работы, которые она представила на экране. Она рассказала о самих актерах, участниках и о том, как создается боди-арт, варианты того, как она добивалась всего этого. Это был очень интересный опыт. Узнали много интересного. Узнали то, что на самом деле можно реально выбиться в люди с нуля.